Здравствуйте, друзья! Сегодня суббота, и мы традиционно отобрали хорошие сериалы и фильмы с высоким рейтингом, которые уже можно посмотреть. Популярная песня Михаила Шафутинского легла в основу нового сериала с одноименным названием «Третье сентября». Это комедия, в которой жених-неудачник с друзьями попадает во временную петлю. Главный герой Витя едет с друзьями в бар, чтобы отметить свой мальчишник. Утром компания просыпается с головной болью и ничего не помнит о событиях прошлой ночи. Казалось бы, ну что, может быть хуже? Только невеста, которая бросает Витю прямо во время свадьбы. Парень просит небеса о втором шансе и неожиданно получает помощь. На протяжении семи серий Виктор пытается докопаться до истины, все исправить и все-таки жениться. И в каждом эпизоде всплывают новые подробности этой истории. Почему же все-таки стоит посмотреть «Третье сентября»? Сериал очень динамичный и веселый, а события происходят под удачно подобранную музыку. В сериале «Тверская» любой ценой телеканал НТВ собрал, ну, очень талантливых актеров. Иван Колесников, Виталий Кищенко, Игорь Филиппов, Александр Наумов и многие другие. Картина представляет собой то, что обычно называется полицейскими сериалами, которые многие любят. В центре сюжета майор МВД Иван Соболев. Противостояние героя и виновников смерти его родителей выходит в новом сезоне на новый уровень. А его враг Сергей Неретин предлагает Соболеву временное перемирие. Таким образом, вместе им необходимо устранить общего врага, бизнесмена, торговца оружием и члена наркокартеля в одном лице. Это уже второй сезон проекта, и он получился с очевидным заделом на третью часть. А как вам продолжение Тверской? Будете ждать новый сезон? Обязательно делитесь своим мнением в комментарии. Занятную новинку детективного жанра представил нам телеканал ТВ3. Аудитория уже успела оценить Лису в 7,7 баллов рейтинга. Историю мы увидим глазами эксперта-криминалиста Веры Лисицыной. В результате несчастного случая девушка обретает ментальное зрение, которое позволяет ей чувствовать ложь. Новая способность, конечно, сильно помогает в расследовании запутанных преступлений. Но, очевидно, добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Этот детектив стоит посмотреть, потому что, несмотря на небольшой бюджет, сериал получился очень интригующим. Олеся Фатахова на титульной роли, а также очень удачные архетипы героев. Видимо, телеканал ТВ3 все-таки возвращается к истокам, мистическим детективам и подобной тематике. Это у них получается снимать очень хорошо. Кстати, смотреть вышедшие из серии Лисы можно прямо на сайте телеканала. Это также плюс и очень удобно. Сразу две удачные премьеры вышли у пятого канала. Достойное продолжение истории Филина вышло в этом сентябре. Данила Якушев вернулся к главной роли. Мы очень долго ждали эту премьеру, и она не разочаровала. Картина изначально претендовала на довольно высокие рейтинги, и сейчас находится на уровне 8,3 для нового сезона. Главный герой – зам травматологии Алексей Филиппов по прозвищу Филин. В результате травмы он потерял способность спать, и теперь помогает расследовать преступления, жертвами которых становятся его пациенты. У героя хорошее чувство юмора, и он весьма харизматичен, наблюдать за ним интересно. Отмечу, что сезон завершился на самом интересном месте. Ждем продолжения. Если о нем станет известно, то обязательно расскажем об этом у нас в соцсетях. Там мы делимся самыми свежими новостями кино. Мы в ВКонтакте, Дзене и Телеграме. Присоединяйтесь по ссылкам в описании. Новые серии Пилигрима производства Трикс Медиа также уже вышли на пятом. Рейтинг 8,7 на кинотеатре против 7,6 на Кинопоиске. К зрителям возвращается секретный агент подразделения 018 Олег Рубцов по прозвищу Пилигрим. С момента ликвидации этого самого подразделения прошло два года. Оставшиеся в живых оперативники разъехались по стороне, кто-то изменил имя и сделал себе новые документы. А Пилигрим продолжает скитаться и переезжать из города в город, чтобы спрятаться от тех, кто желает ему смерти. Ведь быть все время в Пуси – это лучшая гарантия того, что его не найдут. На каждом новом месте его ждут старые товарищи, заклятые враги, приключения, разборки, а также романтические знакомства. Кастя Денис Васильев, Лидия Шевченко, Артем Кузьмин и Леонид Нечаев. Есть что посмотреть и с полного метра. Высоко оценили вышедший в сентябре фильм «Вера» 8,3 балла рейтинга. Картина уже была гостем одного из наших выпусков, но для тех, кто не смотрел, рассказываем. «Вера» – это новая экранизация о повести Галины Щербаковой под названием «Вам и не снилось». Главная героиня живет исключительно проблемами своей семьи – вечно болеющего мужа Кости и 15-летнего сына Ромы. Вообще-то Веру все устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга – красавица Людмила с дочерью Юлей. Последней как раз-таки ничего особенного и нет, но как назло именно этой девочкой и увлекается Рома. Теперь героиня всерьез думает о разводе и размене квартиры. Она пытается вынудить сына отдалиться от девушки Юли. Картина не так проста, как кажется на первый взгляд, она многогранна и хорошо поставлена. Кроме того, фильм все еще в прокате. Главные роли исполнили Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова, Алексей Розин, Тимофей Тимков и другие. Хороший, приятно сентиментальный исторический фильм «Смотри на меня» вышел 5 сентября. По итогу рейтинги очень высокие, история получилась атмосферная и целостная. Работа над этой картиной велась более 7 лет, и нам по итогу предстоит увидеть некий поезд в «Счастливое завтра». За окном 1948 год, послевоенное время. Нина Левицкая, бывшая оперная певица и мама четверых детей, ничего не знает о судьбе своего мужа, пропавшего из виду почти год назад. По слухам, отец семейства должен находиться где-то в Москве. Тем временем, вокруг самой семьи сгущаются тучи, и чтобы избежать возможного ареста, Нина экстренно продает все имущество. Она собирает детей и уезжает из Свердловска в столицу. Длинная дорога сводит героев истории со множеством людей, некоторые откровенно опасны, а другие дарят тепло и веру в будущее. Уже вышел и рейтинговый новый сериал «Юг. Серебро» нашего топа. Это добрый приключенческий сериал о поисках семьи, в котором нас также ждет красочное путешествие по всей России. И масса узнаваемых актеров. В рамках сели премьеры его представил и Первый канал, а по сюжету скромного Юга с детства воспитывает строгая бабушка. Его мама умерла, когда мальчику было всего три года, а отца он никогда не видел. Так, в день своего 14-летия Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, который долгие годы послал некто под именем Де Кипень. Мальчик решает, что это его отец, ведь его полное имя Юг Дмитриевич Кипень, и вместе с найденными деньгами он отправляется в путешествие в поисках своего родителя. В ролях мы увидим Ярослава Могильникова, Светлану Иванову, Юрия Колокольникова, Александра Яценко, Николая Шрайбера и других. В 9,3 балла на кинотеатре и в 8 на кинопоиске оценили вышедшие из серии трассы с Кариной Разумовской, Анной Михалковой и Александром Ильиным-младшим. Мать отправляется на поиски дочери, параллельно оказываясь прямо в эпицентре многолетнего преступления. Светлана ищет свою приемную дочь, которая уехала искать настоящих родителей, как это обычно бывает, но пропала. В это же время в курортном городе 13-летняя девочка расстреливает свою спящую семью, и после чего она пытается повеситься. На выстрелы прибегает сосед и вытаскивает девочку из петли. Глава полиции района поручает расследование этого дела следователю Эльвире Бараевой. Психологический триллер отличается закрученным сюжетом с множеством загадок, а также отличным актерским составом. Друзья, уже можно посмотреть фильм с Антоном Васильевым под названием «Одним днем». Ему не хватило совсем немного до нашего топа. Насмотрим, выходит детектив Лютик и Анютик, а также вышла комедия «Пять копеек» на премьер. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.